Переоперационная химиотерапия Проведенного в Великобритании крупного рандомизированного исследования Мэджик Больным исследуемой группы проводилось 3 курса предоперационной химиотерапии И 3 курса послеоперационной химиотерапии по схеме ЕЦФ Пациентам контрольной группы проводилось изолированное хирургическое лечение С 1984 года по 2002 исследование было включено 503 пациента Показатели 5-летней общей и безрецидивной выживаемости оказались достоверно выше у больных экспериментальной группы 36% против 23% и 30% против 18% соответственно Авторы сделали вывод о том, что переоперационная химиотерапия способствует уменьшению размеров опухоли Увеличение резиктабельности и, следовательно, увеличение показателей выживаемости больных местно распространенным раком желудка Несмотря на критику дизайна исследования, так как были включены также больные раком пищевода А процент Д2 лимфодисекции был низким Данный метод лечения стал весьма популярен в странах Западной Европы Также одним из важнейших исследований в этой области является исследование КЛАСИК В котором подобным образом исследовались результаты переоперационной химиотерапии по схеме КСЕЛОКС И были получены сопоставимые результаты В 2016 году были опубликованы результаты крупного немецкого многоцентрового открытого рандомизированного исследования FLOT-4 Которое основывалось на исследовании MAGIC И целью которого была оценка патоморфологического ответа на лечение рака желудка В результате неоадевантной химиотерапии со сравнением схем FLOT и ЕЦФ или ЕЦХ Исследование проходило в период с 2010 года по 2012 И изначально включало в себя 300 пациентов с местно распространенным раком желудка И из 28 онкологических центров Германии В группе FLOT наблюдался более высокий процент полного патоморфологического ответа По сравнению с группой ЕЦФ или ЕЦХ В группе пациентов ЕЦФ, ЕЦХ частота развития нежелательных явлений оказалась выше, чем в группе FLOT 40% против 25% соответственно Также немаловажным является то, что в группе FLOT значительно выше оказался показатель частоты резекции R0 85% против 74% В 2019 году той же группой авторов были опубликованы результаты по оценке выживаемости Общая выживаемость увеличилась в группе FLOT по сравнению с группой ЕЦФ и ЕЦХ И медиана общей выживаемости составила 50 месяцев против 35 Таким образом, можно сказать, что эти исследования в полной мере поменяли точку зрения на подходы к переоперационной химиотерапии Итак, перейдем к вопросу о том, какие рекомендации касаемо переоперационной химиотерапии местно распространенного рака желудка существуют сейчас на данный момент в мире Согласно рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии ЭСМО переоперационной химиотерапии комбинации препаратов платины и фторпирамидинов рекомендуется для пациентов с резектабельным раком желудка стадии 1b и выше Рассматривается возможность использования любого фторпирамидин-платинового дублета или триплета Хотя самое убедительное доказательство эффективности на взгляд европейского сообщества имеется у комбинации ЕЦФ Рекомендуемая продолжительность лечения, согласно этим рекомендациям, составляет 2-3 месяца Американское общество клинической онкологии рассматривает возможность применения переоперационной химиотерапии для пациентов в удовлетворительном состоянии и без значительных сопутствующих заболеваний которые способны переносить интенсивные химиотерапии Использование данного метода целесообразно при распространенности процесса от Т2 и выше при отсутствии данных за отдаленные очаги и неоперабельный процесс Для пациентов в удовлетворительном состоянии ЭКОК-01 без выраженного коморбитного фона согласно рекомендациям АСКО правомочным является применение схемы FLOT а также применение схем с включением антрациклинов или доцитоксела При малом функциональном статусе предпочтительным подходом считается использование менее токсичных схем не содержащих антрациклины или доцитоксел, то есть фолфокс, кселокс или комбинированный препарат С1 НССН рассматривает опцию переоперационной химиотерапии как один из вариантов лечения не отдавая какому-либо из методов предпочтения При выборе такого подхода рекомендуется использование нескольких режимов более предпочтительным являются режимы фолфокс или флот но также может быть использована схема ПФ, включающая цисплатин и 5-фторурацил Как вы можете видеть в рекомендации НССН по переоперационной химиотерапии не включены антрациклин, содержащие схемы В рекомендациях Японской Ассоциации Ракожелудка опция переоперационной химиотерапии не рассматривается Однако неодевантная химиотерапия как условный метод может быть применим в случае обширного метастазирования в лимфатические узлы либо при наличии метастазов в 16-й группе лимфатических узлов что фактически рассматривается как отдаленное метастазирование М1 По рекомендациям Российского общества клинической онкологии Русско переоперационной химиотерапии является предпочтительным вариантом лечения Рассматриваются варианты проведения трех циклов полихимиотерапии по схемам ПФ, ЕЦФ, ЕЦХ или ЕОКС или четырех циклов полихимиотерапии по схеме ФЛОТ Суммарное количество циклов пред- и послеоперационной химиотерапии с использованием однотипного режима составляет 6 и для режима ФЛОТ это 8 циклов Согласно рекомендациям Ассоциации онкологов России данный подход предпочтителен при распространенности процесса от Т2 и выше с любым статусом лимфатических узлов и при отсутствии отдаленных очагов Следует применять комбинацию ФЛОТ с целью улучшения выживаемости пациентов и при наличии противопоказаний к применению этого режима рекомендуется проведение химиотерапии по схеме Фолфокс-6 или Кселокс Сейчас позвольте поделиться опытом нашего центра с применением триплетов ФЛОТ в качестве переоперационного режима лечения Пациент 68 лет с диагнозом рак тела и антрального отдела желудка СТ4БН3АМ0 По данным орфологической юрификации имеется аденокарцинома хайгрейд Сопутствующая патология у пациента имеется, но в целом коморбидный фон не отягощен При активной диагностике были выявлены признаки нутритивной недостаточности На данном слайде представлены данные КТ, выполненные на этапе первичной диагностики заболевания Сейчас я попрошу вас, уважаемые коллеги, поучаствовать в интерактивном голосовании и ответить на вопрос, выбор какого подхода вы считаете наиболее предпочтительным в данной клинической ситуации Я думаю, что для коллег Вы озвучите, пожалуйста, все вопросы Какие варианты ответа мы предлагаем? Во-первых, только хирургическое лечение Хирургическое лечение с дальнейшим проведением адъюантной химиолучевой терапии Хирургическое лечение с применением режима адъюантной химиотерапии Либо достаточно обширный метод с выполнением на первом этапе диагностической лапароскопии с последующим проведением переоперационной химиотерапии и хирургическим лечением я думаю что для коллег не будет проблемы ответить на этот вопрос я думаю что наши мысли в этом отношении сходятся так но нам нужно подождите время чтобы проголосовать у коллег плеер находится с голосованием находится под плеером пожалуйста выберите предпочтительный вариант и нажмите проголосовать прошу наших коллег вывести результаты голосования на экран для того чтобы мы могли их увидеть большое спасибо их нужно озвучить за первый вариант только хирургического лечения проголосовала четыре с половиной процента наших коллег за хирургическое лечение с проведением последующей одевантной химиолочевой терапии проголосовала 4 и 2 процента коллег хирургическое лечение с проведением одевантной химиотерапии выбрала как вариант лечения 21 и 4 процента коллег и диагностическую лапароскопию с переоперационной химиотерапией и последующим хирургическим лечением выбрала большинство коллег это 64 и 7 процента но что могу сказать мы все-таки выбрали для данной клинической ситуации четвертый вариант и пациенту в октябре 2019 года была выполнена диагностическая лапароскопия по данным цитологического исследования смывов с брюшной полости опухолевых клеток обнаружено не было пациенту было проведено четыре цикла неодевантной химиотерапии по схеме флот на фоне нутритивной поддержки а хочется отметить что все четыре цикла были проведены в срок то есть на каждый 14 день необходимости увеличения интервала между циклами не было и в январе 2020 года выполнена дистальная субтотальная резекция желудка с лимфодисекцией в объеме d2 по гистологическому заключению резидуальная опухоль была представлена аденокарциномой high grade также имел место лечебный патоморфоз g2 по рекомендациям японской ассоциации жарко-желудка на слайде представлены аксиальные срезы кт выполненных до начала лечения и после завершения этапа неодевантной химиотерапии как видите достаточно бог выраженный объективный ответ мы получили на проведение предоперационной химиотерапии по схеме флот пациент в послеоперационном периоде был рано активизирован в первые сутки после оперативного лечения был инициирован курс реабилитации на третьи сутки удален дренаж из брюшной полости и уже через четыре недели от оперативного вмешательства был начат курс одевантной химиотерапии по той же схеме флот в рамках переоперационной химиотерапии проведено четыре цикла одевантный прошу прощения за ошибку на слайде по схеме флот на фоне нутритивной поддержки также все четыре цикла были проведены в полном объеме и без увеличения интервалов между циклами при контрольном обследовании в июне 2020 по данным контрольного обследования было зафиксить была зафиксирована ремиссия заболевания период с 2019 по 2020 год переоперационной химиотерапии по схеме флот была проведена 82 пациентам сместно распространенным раком желудка в нашем центре в таблице представлены основные характеристики пациентов данной группы стратификация произведена по полу возрасту локализации первичной опухоли и стадии процесса на данном слайде привезена оценка частоты объективного ответа на лечение между собой сравнивались группы пациенты которым до 2012 19 года были проведены циклы переоперационной химиотерапии по схемам не включая без включения до цитоксела и пациента получивший переоперационной химиотерапии по схеме флот во второй группе частота частичного регресса достоверно значимо превышает таковую по сравнению с группой без до цитоксела при этом прогрессирование заболевания на фоне неодевантной химиотерапии в этой группе зафиксировано не было была оценена частота осложнений в группах пациентов согласно полученным данным частота развития осложнений в группе пациентов флот было значимо ниже по сравнению с другой группой в заключение своего выступления хотелось бы подвести итог и так по как было показано в крупных рандомизированных исследованиях имеет место быть достоверное увеличение без рецидивной выживаемости и при применении режима флот что само собой говорит о предпочтительности выбора данного режима для лечения пациентов с местно распространенным раком желудка проведение рутинной нутритивной поддержки нутритивной метаболической терапии на фоне переоперационной химиотерапии по схеме флот позволяет нам достигать объективного ответа с умеренным профилем токсичности на данный момент наша работа продолжается поэтому окончательные результаты исследования по эффективности переоперационной химиотерапии по схеме флот в нашем центре будут получены в скором времени спасибо за внимание кида кида действия по Reagan Продолжение следует...